В одной записке несколько вопросов. Можно ли девушкам 18 лет водить машину? Я думаю, это на АВГИ спрашивать, можно или нет. Но раз разрешают, значит можно. Или вообще можно ли, женщина? Ну раз у нас в стране не запрещается, то тоже можно. Я думаю, что это вопрос такой. И грех ли это? А что тут греховного? Ничего нет греховного? Второй вопрос. По вопросу или по поводу целомудрия. Носят женщины косынки в церкви. За пределами церкви нужно ли ее носить косынку? Ну я думаю, просто надо читать Писание. Там все написано. Когда нужна косынка? Когда молится и пророчествует. Ну мы говорим в собрании, правда? А что, это будет какое-то свидетельство, если будут в косынки ходить? Свидетельствует о том, что мы верим Богу, не косынка, не костюм, а наша жизнь. Вот это настоящее свидетельство. Когда мы живем достойно Евангелия, достойно Христа. Вот это будет свидетельство. Но не косынка. Можно надеть косынку, но при этом не быть христианкой. И это не показатель. Поэтому я считаю, что косынка на своем месте, жизнь на своем месте. И это одно с другим не надо путать. И еще один вопрос. Почему не похоронили Иосиф и Мария Иисуса Христа? Ну, я думаю, что это просто детский вопрос. А вся причина в том, что все должно было исполниться об Иисусе Христе, как написано. Что он должен был быть похоронен у богатого. Хорошо. В проповеди я говорил, что иметь одни мысли. Практические шаги, как это сделать. Ну, у меня, конечно, не было времени об этом больше так распространяться и говорить. Слово Божие подсказывает нам, как. Если мы будем вникать в одно и то же слово, будем вместе собираться, то мы будем формировать мысли или мышление, будем формировать общее такое. Общий взгляд на многие вещи. У нас не будет разногласий. Помните, Павел говорит, хочу, чтобы все говорили одно и не было между вами разногласий. Слово Божье, оно объединяет человека с человеком. И в церкви объединяет. Конечно, пребывать в слове, находиться в слове, они и мысли будут формироваться на основании этого. А если не пребывать, то, естественно, на примерах в церкви и семьи. Ну, я говорю, в семье. Родители, дети вместе читают Слово Божие, вместе молятся. Рассуждают в течение дня о каких-то вопросах. Ведь я скажу так, что все такие библейские истории, ветхозаветные, я знал, когда еще не умел читать. Откуда я знал? Мама рассказывала. Родители рассказывают детям. И это тоже формирует. И взгляд, и понимание. И я так скажу, что у меня никогда не было желания быть мирским человеком. Не было его. Всякие мысли проходили, все, но желания быть мирским человеком не было. Я понимал, что это не мое. Поэтому вот это тоже формирует. И в церкви, я сказал. Спасибо.